Программа из глубины Здравствуйте! У нас не передача, потому что передача у нас на зону. У нас программа, она называется, как обычно, из глубины. И мы давно хотели прийти в гости к нашему хорошему другу, известному писателю, издателю, музыканту, переводчику и просто очень умному человеку, который нам может много рассказать. Это Алекс Керви. Добрый день! Но в данный момент мы из всех знаний обширных, которые есть у него в голове, вычленим такую область, как молодежные движения, неформальные. Насколько я знаю, ты даже писал дипломную работу. По этой теме. Да, я писал дипломную работу на историческом факультете МГУ. Работа была написана еще в 95-м году. Так получилось, что работа на ней растянулась на три года, потому что в этот момент я уехал в Великобританию. И моя поездка в Великобританию, причем я учился на дневном отделении ИСТФАКа, но при этом жил уже в Великобритании. А как это можно? Это было оформлено на факультете как этнографическая экспедиция. То есть в Великобритании я работал, занимался журналистикой, ходил каждый день по журналистской аккредитации на концерты. И типа как изучал это явление. Я приезжал, сдавал сессию, уезжал обратно, и три года моей жизни была оформлена как этнографическая экспедиция. Поэтому меня никто из университета не исключал. Работа была написана, сдана часть работы в 95-м году. В 96-м году Дейчеллом я послал на факультет диплом, поскольку выехать тогда из страны не мог, потому что мои документы находились на оформлении визы. Не визы, а визы на жильство в Великобританию. А почему тебя не выгнали из университета? Потому что они сочли работу новаторской, поскольку никто об этой теме вообще ничего не писал до сего момента. И мой научный руководитель, покойный Никишенков, всячески отставил эту работу и говорил, что ее надо продолжать, что это будет слово в современной науке, ну и так далее. Ну это, конечно, я отношусь к этому с большим юмором, потому что, если вспомнить, что мы там творили в Великобритании на протяжении двух-трех лет, то, конечно, этнографическая экспедиция, так называемая, приняла совершенно дикие и невообразимые формы по своей сути и содержанию. Можно ли назвать тот период в развитии, скажем, человечества, да, когда, например, возникли действительно первые, ну, неформальные молодежные объединения? Ну, слушай, есть такой умнейший человек, Вильям Тернер, антрополог, или как это все называется, культурная антропология в западной традиции. Это 20-й век? Это 20-й век, это вот с развитием науки это стало называться на Западе культурная антропология. Был такой умнейший человек, Тернер, который написал фактически работы, которые предвосхитили всю теорию развития западной культурной антропологии. И он прослеживает развитие так называемых субкультур, или так называемой контркультуры еще в архаичных обществах. Потому что что такое, собственно говоря, контркультура? Это создание образа иного. То есть, если разобрать суть этого явления, то каждая традиционная культура нуждалась в этом образе ином, или в контркультуре, то есть в той культуре, которая ценности этой традиционной культуры отвергала. Она нужна была для того, чтобы путем выработки жизнестойких ценностей, потому что в период, когда общество впадало в какой-то упадок, нуждалось в культуре, которая эти ценности отрицала. Чтобы был какой-то диалог, видимо. Был диалог, чтобы была выработка, чтобы они брали из контркультуры какие-то ценности, адаптировали для своего собственного выживания, и дальше общество каким-то образом развивалось. То есть, это называется сотворение образа иного, или фактически контркультура. И она, причем, прослеживается в архаичных обществах. А как она, например, в архаичных имеется в виду? Слушай, я приведу пример. В гражданскую войну, собственно говоря, красноармейцы вешали винтовки даже по-другому, нежели белогвардейцы. Вот тебе уже, собственно говоря, создание образа иного. В гражданскую войну реально вешали винтовки прикладом вверх. А белогвардейцы вешали, как обычно, штыком вверх. Это я, к примеру, говорю. Но это внешний облик и то же самое, что мы имеем в виду под субкультурой. Это с точки зрения западной... Молодежной субкультуры, ну да. Западной культурной антропологии. Это племя, самое настоящее племя. Со всеми своими ритуалами, со своей религией, со своими привычками и традициями. Танец, внешний облик, музыка, даже употребление веществ. Это тоже входит в тематику западной культурной антропологии. У нас она, к сожалению, очень не развита. Даже наш одражающий президент недалее как год назад сказал, что тема молодежной субкультуры представляется нам совершенно неизученной. Между деятелями искусства и политиками есть такой скрытый симбиоз. Мы не можем друг без друга. Вы мосты строите, мы сжигаем. Вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все предели. Так она, получается, изучена? Тобой в том числе? Или как бы уже пора... Прошло время и опять пора изучать? Пришло время выпускать книги на эту тему. А у нас на эту тематику книг практически не выпускалось. А почему так получилось? Ну, вообще, вот популярность именно музыки среди молодежи, вот еще такой момент. Это всегда так было? Ну, субкультура, она в основном от музыки пряжет, правильно? Смотри, когда начали играть джаз, это сразу же создало особую субкультуру. Возьми, например, Париж, потерянное поколение, так называемые писатели. Это все зависело от джаза. Они были молодые, они ходили на джаз-концерты. Те же самые битники, у них все тоже начиналось с любви к джазу, бибопу, но не к традиционному джазу. А есть какое-то объяснение научное, что это все с музыки идет? Это идет, во-первых, это идет параллельно музыка, литература, искусство. Все это идет параллельно. Это происходит одновременно. Ну, фактически, как человеческая жизнь, она возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Нет ни начала, ни конца. Этот процесс бесконечен. Как и выработка этих ценностей, которые традиционная культура вырабатывает для обеспечения своего выживания, этот процесс, по сути, бесконечен. Потому что есть, собственно говоря, в контр-культуре есть два термина. Dressing up and dressing down. Ну, это, я говорю, применительно к одежде, например. Dressing up – это улучшение своего собственного облика. Вот если мы возьмем рэп, то это, по сути, музыка, изначальный рэп. Ну, в отличие от средних, как бы, показали. Да, изначально это музыка гетто негритянских, и люди пытались с ними с золотыми цепями, дорогими бейсболками, крутыми тачками, создать улучшение своего внешнего облика. Согласно тому, была музыка, которая черпала корни в соуле, в фанке и в том же джазе, потому что там брали сэмплы. А в итоге все это привело к тому, что знаменитый джазмен Малс Дэви сказал «Я ненавижу обуржуазив всех ниггеров». Больше, чем ниггеров вообще. Но он сам был ниггер и не стеснялся. Поэтому имел право это говорить. Поэтому, когда мы смотрим сейчас во что превратился рэп, скажем, у нас в стране, это классический пример dressing up. То есть, дорогие иномарки… Не, подожди, подожди, подожди. Сейчас у нас рэп в стране, он настолько имеет массу проявлений. Он имеет массу проявлений, но я говорю, что изначально это был классический пример dressing up. Или, например, hippie, когда они развивались. Это был классический пример dressing down. То есть, это выходцы из среднего класса, которым настолько опротивило буржуазное общество, что они стали ухудшать свой собственный облик, как бы отвечая на то, что происходило, скажем, в стране, в Великобритании, в США и вот в 60-е годы. Это классический пример dressing down. То есть, это ухудшение, скажем так, внешнего облика, сознательное ухудшение. Их, собственно говоря, два вот таких вот направления. Где-то золотой… ну, и существует золотая середина. Ну, хорошо, скажем так, из современных, ну, 20-го века молодежных неформальных объединений первое, что вспоминается по… ну, первое, что появилось, что в мировой истории, как бы… Ну, первое, конечно, это джаз, это… Как это называлось, ну, как… То есть, первое, можно сказать, что в 20-м веке появилось неформальное молодежное движение джаза. Ну, фиксированное там, явно себя проявившее. Ну, первое, оно носило название «хипстеры». И «хипстеры» не в той терминологии, как его сейчас принято употреблять в России. Потому что изначально это был джаз. И, кстати говоря, бит… Весь джаз или какой-то определенный джаз? Бибоп. Бибоп. Отличительные черты бибопа – это какие? Это джазовая импровизация. Были такие музыканты, как Тилоннио Спунг, Чарли Паркер, естественно, Маус Дэвис. Это возникло в Америке или в Англии? Возникло в Америке в конце 20-х годов, потому что термин «хипстер» он уже был вхож в английский язык в конце 20-х годов. Это был, во-первых, чисто уголовный термин, связанный с употреблением наркотиков. А потом было такое выражение «to be at the high hip on». То есть это достигнуть высшей точки… High hip on – это высшей точке кульминации в джазе. Высшая точка кульминации. И когда человек говорил «I'm hip cat», это, во-первых, обозначало, что человек слушает джаз и тоже употребляет наркотики, потому что они себя называли «хип кат», такие хибовые коты. Появился термин «хипстер», и, собственно говоря, в конце 30-х годов у Кэба Кэллоэ, знаменитого американского джазового музыканта, уже был словарь «хипстер», так называемый. Эта пластинка вышла в конце 30-х годов. То есть, получается, где-то, наверное, с 20-х годов. Да, появилось сначала войны такое субкультурное движение в Америке «Зутеры». Хорошо, вот первый, получается, «хипстер», да? Ну, до этого еще в 20-е годы было повальное увлечение джазом, и тогда молодежь слушала традиционный джаз и тоже отрывалась. Если, скажем, мы возьмем роман Алистера Кроули «Дневник наркомана», то там описывается вот в первых главах тусовки именно в 20-х годах по джаз, и ничем эти тусовки не отличаются, по сути, музыка просто меняется, а по сути, отрывающаяся молодежь, она была и в 20-е годы. И в 19-м веке мы это можем проследить, и тот же самый «Дендизм». Вышла, кстати говоря, книга хорошая в издательстве Салковском «Дендизм. Барбе де Ревильи». Я всем ее рекомендую. Это тоже была своего рода субкультура, которая слушала, скажем, новаторскую классическую музыку и вполне себя неплохо чувствовала, улучшая свой внешний облик. Улучшается внешний облик. То есть, то, что было там 20-30 с этой джазом, это тоже улучшающий свой внешний облик было. Да, 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 да. Потом следующее, что можно посмотреть, если был какой-то подъем, это движение, спад, правильно? Потом был спад. И это трансформировалось? Потом это трансформировалось в развитие джаза, шло, во-первых, уже в Америке уже и появились блюзовые музыканты, то есть, 20-30-е годы. То есть, блюзу все это... Блюз, джаз – это шло все одновременно. И тогда постепенно все это выработалось, то, что негры называли «хипстер» или «хепкат». Потом взяли на вооружение «белые» сразу же после окончания Второй мировой войны. Тогда же, собственно говоря, началось увлечение мотоциклами, только это вышло на первые полосы газет где-то в 50-е годы, когда был снят фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо. Тогда же появились первые мотоциклетные банды. Когда ветераны вернулись с войны, они не знали, чем заняться, потому что в войне они себя чувствовали нужными, а когда они вернулись домой, они считали себя потерянным обществом, они просто стали объединяться в банды. Ух ты! Где отхватил такой стильный костюмчик? Я тоже хочу выглядеть, как мойщик улиц. А ты вообще кто такой? Полицейский? Не трогай моих ребят. Ладно, разошлись. Представление окончено. И все это шло под блюз? Это шло блюз, джаз, да. Ну, тогда уже появился рок-н-ролл в 50-е годы. В 53-м году Билл Хейлиан, «The Comets», собственно говоря, знаменитая песня «Рок Рональда Клок». Все начиналось, собственно говоря, с трех вещей. С кожаной куртки, мотоцикла и мужского костюма. Ну и как это все называлось вообще? Моды? Моды появились в Великобритании в конце 50-х годов, с развитием модерн-джаза. И дальше уже пришел рок-н-ролл. И, собственно говоря, с этого началось движение модов, которое в 60-е годы... Про модов расскажи, кстати. Часть модов ушла в скинхедр. Карактерные черты модов – это что? Модом был тот человек, у которого была самая лучшая библиотека. Моды очень ценили ум. Потом, собственно говоря, движение модов началось с улучшения. Это была субкультура рабочего класса, которая стремилась к повышению своего интеллектуального уровня, прежде всего, и улучшению внешнего облика. Это так называемые, если даже пользоваться нашим термином, стиляги, потому что все для них началось в Великобритании с морден-джаза. Это чисто английское явление. То есть изначально модом мог стать тот человек, у которого был самый изысканный вкус, самая лучшая библиотека, самая лучшая фонотека. Но дело в том, что мода из сельских районов, которые таким образом развивались, улучшая свой внешний облик, тогда плащи пошли. Ну, видимо, это речь не только о внешнем облике, а просто я даже хоть и из села, но я хочу тоже читать книжки, хочу развиваться. То есть получается какое-то такое просветительное движение. Идеальные люди, которые там образование, библиотеку. Да, тогда все зависело, началось это все с модерн-джаза, потом продолжилось с рок-н-роллом. Когда появились, собственно говоря, группы ритмоблюзовые модов Kings и Who, это было уже продолжение, это вторая волна модов. Потому что изначально это был Rock Stazzy, Bluegrass, Rockabilly, которые слушали моды, и Modern Jazz, естественно. В 60-е годы с развитием психоделия это разделилось на два тяжелых модов, которые ушли в скинхеды. Собственно говоря, скинхеды. Мода ушли в скинхеды как-то вот это. Они разделились. Во-первых, было соперничать двух группировок. Были рокеры или байкеры. И моды. Они постоянно дрались между собой, но это в основном сельские моды дрались с рокерами. Хотя расхождение было в каких-то разных группах, которые не слушали. Ну, знаешь, просто хотели драться. Ну, да. Но это как около футбола. То есть, люди болеют за разные клубы. Но вот выясняют отношения между собой. На уровне как будто идеологии просто таких. На уровне, чей клуб, собственно говоря, победит в той или иной драке. Так. И получается, потом пошли хиппи. Да, уже следующие? В 50-е годы было разбитое поколение. Было движение битников. А битники это уже восходящие или нисходящие? Битники, это, скажем, по идейным ценностям, по идеологии, это классическая контркультура. То есть, это отрицание всего, что было в традиционном обществе, что было в буржуазной морали. Внешний облик здесь мы не берем, потому что битники, как правило, выглядели абсолютно нормально. Но с точки зрения идеологии, это было отрицание культуры традиционной полностью. То есть, это и, скажем... То есть, совсем полностью. Ну, да. То есть, если традиционная мораль, то очень много было геев среди битников. А почему геев так много было? Потому что это отрицание буржуазной морали было. Для них это было как сопринято. Все это тогда было под запретом. И многие люди, даже не будучи от природы гейми, становились просто гейми просто из-за того, что в знак протеста. Ну, вот такой парадокс. Какой ужас. Когда ты говоришь «битник», что для тебя значит это слово? Поколение битников – это поколение сострадания. Ну, если мы говорим, ты же говоришь, что как бы тенденция или восходящая, или нисходящая. То есть, знаешь, получается, битники все-таки нисходящие. Нет, это нисходящие, да. Нисходящие. Потому что из битников вышли хиппи, в основном взяв книги. Хиппи. То есть, мы имеем в виду какую-то такую вот схему. То есть, сначала все это было вроде восходящей тенденции. Правильно? Когда джаз, вот это все. Потом, когда пошло вот... Все это развивалось по нескольким направлениям. Развивалось стихийно, спонтанно. Здесь не было, вот давайте мы сегодня сделаем движение хиппи. Или давайте мы сегодня сделаем движение панков. Все это развивалось абсолютно стихийно. Постепенно. Постепенно. Каждая субкультура рождалась там благодаря какому-то толчку. Там написал, например, Джек Теруак на дороге. И все... И роман стал неожиданно популярным. И все ломанулись путешествовать автостопом с этими рюкзаками. Надели сандалии на боссу. Абрав с собой травы, кавы, целый мешок. Вот. И ЛСД там целую пачку. Потом битники начали... Ну, о наркотиках писали еще и в 19 веке. Были работы Бодлера, Де Квинси, Теофили Госье. И даже тот же, те же проклятые поэты, сидевшие там в парижские кафе. Это тоже та же самая молодежная субкультура. Скажем, это те же битники только 19 века. Если брать по большому счету... Это мы еще в конце этого коснемся. Так я просто по времени опять сейчас... Вот мы пришли там в 80-е, да. И вот наступает, например, 85-й год, уже приближается к 90-м. Что в это время творилось на Западе, ну, в молодежных культурах? Ну, и в России же. А в России это только начиналось. Ну, не только начиналось, массово. В России, понимаешь, изначально, если брать... В какой форме это было привнесено в Россию? Насколько видоизменено? В России это все началось... Ну, даже если брать... На самом деле, все начиналось раньше, потому что были традиции воровского мира, которые тоже можно считать отдельной субкультурой. Не, ну, молодежные движения все-таки неформальные. Неформальные молодежные движения начались с джаза. Это конец 40-х, начало 50-х годов. Вот так вот. Да, это «Стиляги». Мы даже сняли фильм сейчас «Стиляги». Да, то есть... И все. И все получается. Это началось в конце 40-х годов у нас. Но ты должен понимать прекрасно, что с «Стилягами» были, как правило, выходцы из богатых семей... И имеющие доступ к пластинкам. Местички, которые имели доступ к пластинкам, к западным шмоткам. Дело в том, что я тебе просто... Как же дети дипломатов? Я тебе могу сказать смешную вещь, потому что в фильме «Стиляги» есть один хороший момент, когда сын дипломата говорит, что если бы мы вышли в таком виде на Бродвей, нас бы тут же забрали в психушку. Если бы нас вот таких вот выпустили на Бродвей, на настоящий Бродвей, нас бы через два квартала забрали бы в психушку. Ну вот, в России, в СССР это принимало какие-то немыслимые формы, потому что такого движения, скажем, как «Стиляги» на Западе, ну, не было. Они называли себя хипкеты, они употребляли наркотики, слушали джаз, но выглядели они при этом нормально. У нас же это все были люди из семей среднего класса и высшего класса, то есть дети советской номенклатуры, которые имели доступ к западным пластинкам. Они думали, что они таким образом эпатируют как-то общество. Для них это было сознательное улучшение, еще большее улучшение внешнего угляка, хотя наоборот их считали дебилами, и что они ухудшают свой собственный облик этими коками, какими-то шмотками другими, нежели вот эта серость, которая была в одежде тогда в 40-е и 50-е. Ну да, на этом фоне все это выглядело. Джаз был объявлен буржуазной музыкой, типа агентом западного влияния. Агент, например, наоборот считает, что если бы мы поставили в 60-е и с Кубы передавали бы настоящий рок американского андеграунда передавали бы просто на Штаты, вместо того, чтобы играть кубинский танго и вальс, то разрушительный эффект был в 60-е гораздо больше. Когда у них была возможность в 68-м году изменить общество, и когда все шло к избранию Роберта Кеннеди, скажем, в президентстве, который поддержал молодежь, который обещал огромное количество гражданских сабот, прекращение сразу же войны во Вьетнаме и так далее. Да, можно говорить, что Роберт Кеннеди, по сути своей, был на самом деле ставником тех же самых корпораций, там, Ротшильдов или Рокфеллеров. Это неважно, потому что в США борются два клана, в которые и сейчас неожиданно вклинился один независимый кандидат, у которого было денег полно на избирательную компанию собственных, из-за которого неожиданно проголосовали реднеки американские. Кто? Реднеки? Реднеки. Что это? Реднек – это обозначение так называемых… Вадники. Ну, это не вадники, это коренные переселенцы. Потому что, если брать коренное население, это индейцы, которые давно уже загнаны в резервации, лишены всех своих земель, и живут в абсолютной нищете и на пособие от государства, которая когда-то у них похитила всю землю. Так что, если там разбирать… Это реднеки, это называемые белые отребьи, это потомки первых переселенцев, которые занимали земли. Соответственно, там, конечно, очень много можно сказать, но это рабочий класс Америки, это потомки первых переселенцев, они называются реднеки. Так, дальше мы пойдем по времени, мы немножко углубились. Вот, хорошо, там, 90-е годы уже. Что в России как бы? Что, опять же, что происходило там? Ну, во-первых, хиппи у нас были, если брать… Хиппи были, да. Хиппи были с середины конца 60-х годов. Первые хиппи появились тогда уже. Если брать даже был такой замечательный художник Калмыков, так вот он был хиппи уже в сталинское время, носивший длинные волосы, да, то есть живший. Прям хиппи был. Ну, да, это, скажем так, первый, один из первых советских хиппи. Не, вот 90-е годы, вот что ты помнишь про 90-е годы? Всеобщая бедность, гопота и… Ну, а панки уже начали. Панки начали, и панки, и металлисты, это все уже начало 80-х годов. Все это было, развивалось огромное количество молодежи из среднего, из так называемого среднего класса, который был фактически уничтожен перестройкой и Ельцинское правление. Огромное количество длинного волосы молодежи, которые все называли себя системой. Помнишь такое дело, когда называли это системой? Ну, да, типа ты тоже не понимал, что это такое, но так. Ну, я тоже не совсем понимал, что это такое. То есть все это было, все это было, все это развивалось. Люди слушали западные пластинки, но должен отдать отчет, что я помню, когда заработал первые деньги в ресторане в 86-м году, винил родной стоил 20 рублей или 30 рублей, и люди, когда я пришел первый раз с 10 рублями в кармане к фарсовщикам, которые торговали пластинки в магазине «Мелодия», мне сказали, тебе с Чириком здесь делать нечего. Иди домой, мальчик. Ну, типа того, да. Мусора! Пацаны! Сухи! Сматывайся! Вот какие-то выводы на данном этапе. Есть же тоже молодежные, неформальные движения. И, ну, они насколько неформальные. И то, и можно вот какой-то сейчас, как сказать, вот какой-то вывод из всего этого. И какой вывод мы сделаем из всего этого? Я бы предостерегал всех от окончательных выводов. Ну, предварительные выводы. Процесс не имеет ни начала, ни конца. Как же тенденция какая-то. Он эволюционен по своей сути. Постоянно будет возникать какой-то ответ на традиционные ценности. С каждым поколением молодежи всегда будет, они всегда будут черпать вдохновение. В прошлых работах, в старых работах всегда будет что-то появляться новое. Или будет заимствование старого. То есть, сейчас как появилось... Нет, может, ты какие-то тенденции отмечаешь для себя, как там общаешься с молодежью, как прослеживаешь что-то, что-то отличительное именно для нынешнего времени. Во-первых, появилась такая вещь, которая не была ни в 40-е, ни в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Появился интернет. Появилось... Есть два, скажем так, направления. Это объединение племен произошло в нулевые. То есть, все неформалов фактически объединились. Кто был из реальных неформалов. И произошло для всех остальных супермаркет-стилей с распространением интернета, все это стало доступно. Все это стало доступно для всех. Не надо больше искать эти журналы. Все это в электронной сети. И стало бесплатно. Люди берут, они могут купить себе любой стиль. Это, скажем, выработка традиционной культуры, выработка такую вещь, как интернет. Все стало доступно. Ничего не надо искать. Посмотрел в сети, пошел купил, если есть деньги и так далее. С распространением каждый стал знаменит на 15 минут. Я оставил в серии снимать свое новое видео. Смотрите все. Прошло время, скажем так, классических героев. Да, то есть мы сейчас живем в ту эпоху, когда герои личности умирают. Естественно, они каким-то образом прорываются, но все стало это массовой культурой. Сейчас супермаркет стиля, тот был ответ, который традиционно культура вырабатывала, чтобы сохранить свою жизнеспособность, она превратила все это в огромный рынок. Супермаркет. Посмотрел в интернете, пошел, купил все эти книжки контркультуры, альтернативы и так далее. Вот, ты взял любой облик, посмотрел, длинные волосы отрастил. Нет, пошел, все это стало доступно, люди перестали как-то новаторски относиться к тому, что они делают. Они уже не знают, что придумать. Проколывать ли уши, обтатуровать все тело. Доложить, я не знаю, осталась куча говна. Доложить приемные президента. Да и то, я думаю, что это не шуткой будет. Аппараты власти, они наставят на том, что я или сумасшедший, или преступник. Но я же борюсь за то, что я художник. Ну, я думаю, после куча говна нам пора перейти к твоей собственной издачной деятельности. Я смотрю, у тебя здесь много книг. И мне кажется, пора к тебе какие-то из них подемонстрировать. Ну, вот я только что вышел в совместное издание с питерским издательством «Хаус Пресс». Это совместное издание моего «Адаптэк Тафф Пресс», который выпускал книги с декабря 1997 года, когда вышел Джанки Бероза и спустя год «Страх отращения в Лас-Вегасе» Хандры Томпсона. Вот мы выпустили книгу Кайна Алекса Троки. Это роман шотландского писателя, который вышел одновременно с голым ланчем Бероза, также повествует об употреблении героина, но он не пропагандирует героин никаким образом. За свои посылы он был в 1963 году запрещен в Великобритании. Он не пропагандировал героин? Но дело в том, что жизнь, которую показывали и Бероз, и даже и Троки, хотя он отрицал законы... Сожгли тираж, да? Сожгли тираж, да. Этот роман появился одновременно с Джанки Бероза и голым ланчем Бероза. Я считаю, еще его важнейший, одной из важнейших книг, написанных об употреблении наркотиков. И никакой пропаганды в нем нет. Наоборот, жизнь наркомана показывается унылой и печальной. И все это сводится к двум вещам – выбору и необходимости. Если это такая поучительная книга, почему же был запрещен этот роман? Он был запрещен, потому что его сочли непристойным. И сейчас он признан классикой в Великобритании, совершенно спокойно ее изданы. В 60-е была другая совершенно консервативная среда. Сейчас для того, чтобы каким-то образом убрать революционность из общества, все наркотические законы на Западе смягчены. Ну, какое интересное наблюдение. Потому что, скажем так, традиционная культура вырабатывала, просто надо было что-то смягчить. Ну, дайте им наркотики этой молодежи. Пусть они там… Пусть они там… Футбол, наркотики… Ну, хотя бы не будет революционных изменений. Мы сохраним свою… Ну, буквально примитивно, если разрушать. Мы сохраним свою собственность. У нас останутся оружие, деньги, земли, заводы. Все останется. Дайте им наркотики. Пусть часть просто… Пусть они там удолбятся вообще. Пусть часть погибнет, но они хотя бы перестанут нас беспокоить. Они поняли же, жопа от них отъебались. Нужно притвориться. Расскажи еще про книги, которые вы издаете, про издательство. Сколько вы все равно издавали? Всего у меня вышло более 200 книг. Если посчитать всю издательскую деятельность, переводческую и писательскую, вышло более 200 книг. Наверное, где-то книг 250 разных изданий вышло. Кто они, читатели этих книг вообще? У тебя есть какой-то премьерный социальный портрет? Бумажных. Я с удивлением вижу, что с каждым годом появляется новое поколение, которым по-прежнему интересны мои книги. Если, скажем, нулевые они дошли и они продавались на прилавках у метро, то теперь люди платят по 5-7 тысяч за некоторые наши издания и ищут их. Но, к сожалению, на этом наживаются только книжные барыги. Не будем называть их поименно. На продажах редких коллекционных книг наживаются уже только барыги. Когда это было все доступно и когда это выходило массово тиражами и стоило копейки, тут даже так, это, скажем, так, был ответ. Люди переставали покупать эти книги в силу их общей доступности, как только возникает момент запретного плода, так тут же огромное поколение людей, скажем, несколько десятков тысяч начинают эти книги искать, переплачивать втридорого. Когда это было все доступно и выходило все больше и больше петиражами, возник кризис так называемого потребления, кризис перепроизводства. И это парадокс ситуации. Сейчас, например, книга Кайна вышла, ну вот она доступна и опять ее по самым дешевым ценам покупать не так бы, как хотелось. А через пару лет, когда тираж будет закончен, люди будут искать и переплачивать за нее втрое. Это уже история продолжается на протяжении 25 лет моей издательской деятельности.